Доброго времени суток, с вами Полезняшки с Коваревским Вячеславом, и мы продолжаем рассматривать разные интересные топики разработки под Android. Ну что ж, сразу к делу. Допустим, у вас есть вот такой вот странный код. Само собой, это код чисто для примера. И что здесь происходит? Здесь у нас есть onCreate метод, который обложен со всех сторон трейсами для того, чтобы мы могли использовать все трейсы из наших прошлых уроков. Но в основном потоке у нас вызывается метод I.O., и этот метод создает temporary file. У нас происходит вот такая вот дикая вещь, как создание temporary file на основном трейде, что само собой дико замедляет UI. Это совершенно не рекомендовано, но тем не менее этот аппликейшн заработает. И сейчас мы посмотрим. И что самое плохое, если у вас этот I.O. по каким-то причинам работает достаточно быстро, то вы это и не заметите. И сестрейся вам не помогут, потому что эта аппликуха работает. Работает, опускается быстро, и это, скорее всего, пройдет куча разных валидаций. Хорошо. Каким же образом можно это все отловить? Очень просто. В андроиде есть такая штука, как strict mode. Сейчас мы посмотрим на него. Вот, собственно, как выглядит strict mode. Он может быть в контексте потока или в контексте всего VEMO. И вы можете создать политику того, что вы хотите проверять. В данном случае я проверяю все записи на диск, все чтения диска, записи на диск. Я вообще включил все. Я выключу это. Давайте ставим только запись на диск. И каким образом я буду выводить? В данном случае я хочу оповещать девелопера в виде лога, писать в лог. И хочу непосредственно диалог, чтобы выскакивало всплывающее окно. Давайте теперь запустим это с пронициализированным strict mode в главном потоке. И посмотрим, как наша аппликейшн поменялась и что из этого получилось. Запускаем. И смотрим, как же наша аппликейшн себя ведет. И мы получили ничего. Я, наверное, забыл сохранить. Сохраняю и запускаю еще раз. Давайте я просто включу, потому что, возможно, я не те пермишены просто поставил. Поэтому бог с ним. Давайте скажем. Детектить все. Еще раз перезапущу. И... Но компиляция, как всегда, происходит очень быстро в кавычках. Ждем перезапуска. Компиляция прошла. Долженца оплодится. И мы видим вот этот шикарный диалог. Поскольку у нас есть strict mode, мы его заинфорсили. Вот наше окошечко. Идем сюда и наблюдаем то же самое в логах. О том, что вот в таком-то месте конкретном у нас произошел violation. И теперь вы можете спокойно разобраться и найти место сразу же. При этом, само собой, вы не хотите эти диалоги показывать юзеру. Если у вас аппликация с violation дожила до конечного пользователя, у вас всегда там должен быть какой-нибудь такой флажочек, который вы можете переключить, и у юзера не будет этих диалогов. Само собой, это не должно быть таким вот диким полем. Это должно быть где-то в конфиге. В данном случае я просто сделаю это для примера.